...на Анастасии, потому что вы можете всё в этом браке. Я тебя обманываю, что мне не 28 лет, как ты думаешь? Наверное, стоит вообще не взязываться. Идея, ну, моя невеста. Мне надо понравившись себе оставлять, поэтому сложно. Я Лариса Бузеева, это Давай поженимся, добрый вечер. Сегодня у нас невеста Анна, Анастасия и Алиса, жених у нас Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, 35 лет. Уверен, что не смог сохранить отношения с гражданской женой, так как не додумался вовремя сделать ей предложение руки и сердца. Владимир депутат муниципального округа Москвы. Также является генеральным директором компании по продаже рекламных услуг. Гордится тем, что создал несколько успешных бизнесов и никогда не был наёмным работником. Признаётся, что во всех путешествиях его сопровождает игрушечный кот-талисман. Владимир никогда не заинтересуется милой дурочкой и не обратит внимания на громогласную карьеристку. Женится на приезжей образованной девушке с длинными волосами, ухоженными бровями, выразительным взглядом и опытом преодоления трудностей. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, парни. Вот тебе сегодня работы-то не будет. Первый раз я, например, вижу москвича, который хочет жениться на приезжей. Да ладно. Вот приезжая, видно, девушка ему по душе, потому что нет такой наглости, хамства. Мне нравятся люди, которые творят историю, которые что-то преодолевают. Я вот под кличку от цветочков не отказалась бы. Извините. Это для вас. Спасибо. Лучше, а я приезжая в страну. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты пиши вопрос. Цветочки все равно для всех. Вот. И поэтому... Вы откуда приехали? Давайте прямо по существу. Я из военной семьи, и мы жили во многих местах страны, в гарнизонах. И я прожил там на Дальнем Востоке, а на Украине, на юге... Чья была идея? Ваших родителей? Да. Они вас сюда перевезли? Да. А никогда они не чувствовали себя вот таким вот пришлым? Нет. Нет комплексов, не испытывали рядом с московскими детьми? Никаких комплексов. То есть квартира у вас московская есть? Да. Родительская? Ну, и родительская тоже есть. Аня, скажи, ну как твое первое впечатление? Как тебе жених понравился? Ну, интересно, видно, серьезно. Вы кто такие, братишки? Моего друзья. Да? Нет, я у вас смотрю такие замысловатые притчи. Вы не из шоу-бизнеса? Нет, я не из шоу-бизнеса. Депутат он тоже. Тоже депутат, да, как Владимир. Лучше так это... Должили. А с другой стороны, считай, вот надо каждый день голову мать, укладывать. А вам встал с постели и бегом на работу. А вы депутат... Чем на матче, тем лучше. А вы депутат в каком округе? В районе Отрадное. В районе Отрадное, города Москва. Не в на... А вы тоже красивый депутат? Я маркетолог. А вы в каком округе? Митина. Ну, друзья, конечно, супер. Не знаю, можно ли здесь судить о человеке по друзьям? А это, все-таки я не поняла, зачем вам иногородние-то? Во-первых, почему-то все мои знакомые девушки иногородние, когда они приглашают, допустим, в гости меня, друзей, они первым делом говорят, а ты голодная вообще? Может быть... Это у нас так принято, пришел в гость, да. И вы знаете, это первый раз произошло, наверное, лет 10 назад. Слушайте, а я в Питере училась, и я жила в общежитии, и когда меня пригласил мой однокурсник, ну, ленинградец, тогда Ленинград был, в гости, и я вечно голодная студентка, и меня не пригласили к столу. Для меня это уже была дикость такая, хотя они что-то там обедали. С бабушкой, да. И для меня это была такая дикость, я просто в шоке до сих пор пребываю. Но привычки эти остались. Ну, хорошо, но вот это да, это зачет. Мы приглашаем всех за стол. Еще, что у нас хорошего? Более тяжелые условия, попадание в Москву, надо снимать квартиру, надо находить работу. Они воспитывают, конечно, характер человека. Вот у меня вот такая жизненная позиция, когда преодолевает трудности. А ваша жена была тоже из соприезжих? Ну, мы жили в квартире уже в купленной в Москве. Нет, она была из приезжей? Да, девушка, с которой у меня были самые длительные отношения. Они продлились около семи лет, наверное. Ну, у нас было классическое такое, знаете... Ну, вы жили у девушки? Да, значит, мне был 21 год, ей 20. Мы встретили друг друга и потеряли друг от друга голову. То есть, это продолжалось все довольно долго. Жили мы действительно у нее, потому что у нее была квартира. А почему замуж ее не позвали? Ну, потому что, наверное... Наверное, не хотел, на самом деле. Это была моя ошибка. Люди учатся на своих ошибках. Я не думаю, что он допустит ту же ошибку дважды. Кто предложил расстаться? Вы же прямо в депрессию впали. Вы знаете, у нас закончилось все само собой, без обид. Я не... у меня даже нет таких отношений. А вам-то чего обижаться на нее? Вы ее молодостью съели просто-напросто. Все хорошо. Я за нее рад. Я надеюсь, что вовремя вас не включила. У нее тоже опыт для нее. Ой, прямо нужен этот опыт. А кто силком, кто тащит? Да не тащит, конечно. Просто девчонки-то думают, что все по-серьезски будет. А не надо думать. Надо прям спросить через два месяца. Можно я заступлюсь? На самом деле, у нее дети, муж, и она прекрасна и счастлива в браке. И в Владимире все равно знает. Имеет такой опыт, Володечку. Правильно? У себя, да. Ты сможешь стать, принять на себя статус жены депутата? Я смогу, лишь бы человек был хорошим. Володенька-то хочет 25-летний, я почитала принцип, правильно? А вы женаты? Оба. Я нет. А вы? Я разведен. Да? А давайте, парни, сегодня будет три девушки. У нас была одна программа, где прямо все, все вышли парами, и у них все гуд. Давайте вы тоже сегодня будете с жадными глазами, просто поедом ешьте наших невест, да? А у них еще у невест подружки. Ну, если вас подружки интересуют. Мы друзей сейчас можем еще позвать. Правда? А пусть сзади вас стоят или лежат здесь, правильно? Ну, им надо будет доехать. А, им нужно будет доехать. А он еще, у него друг-то есть тайный, я знаю, нашего жениха. Не пугай. Да ладно. Дружок прямо? Да он прям пришел с ним. Ой, а можно посмотреть? Это котичка? Вы, наверное, про моего кота? Про котичку. Которого мне пришлось взять, раз уж зашла об этом речь. Это кот, с которым мы путешествуем по всему миру. Мне очень нравится то, что он возит с собой кота. Мне кажется, ты не могу инфоциально, ты не находишь? Он такой лясьмасясный, прямо глазки у него уже все вырезали. Да, он после попадания на вулкан чуть-чуть требует сейчас реставрации. Не надо, это такой же... Он же такой хороший. Он ослеп уже, наверное. Дайте посмотрим видео, от чего он ослеп-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Кот на него все-таки похож. Или он на кота? Дядь Володя, я хочу к вам вернуться. Володечка, ну скажите мне, пожалуйста, расстались обоедно обиды? Нет ни на кого. А у вас еще были серьезные отношения? Ну, вы знаете, у меня не было длительных серьезных отношений с того времени. Один раз было, скажем так, я скажу, что это была страсть, наверное, потому что это запомнилось мне очень так своеобразно. У нас были они буквально два месяца, и у меня никогда такого не было в жизни, когда я пляшу вокруг девушки, и это не работает. То есть я там говорю, пойдем туда, нет, не хочу, пойдем сюда, нет, не хочу. Нет, если вы ее из библиотеки, да потом в консерватуре, а потом в комедию. Она специально не хотела, это... А ей нравилось совершенно другое, а ей вот нравились такие вот парни, как ваш товарищ. Ну, наверное. Тукаши ее это раздражулечки немножко. Ну, наверное, наверное, были раздражулечки. А спрашивали ее, милая, а что ты сама хочешь? Конечно, спрашивал. А она говорит, хочу пожеление. Она говорит, ну, и едьте на яхте, а я хочу на роликах в центре пойти покататься. А вам статус не позволяет, да? Нет, я катаюсь на роликах, я бегаю, там по парку хожу, читаю книги. Ну, и поехали бы с ней покатались. А потом вы говорите, что она цеплялась ко всему, всем была недовольна. Нет, 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 ну не цепляется. Честно говоря, за меня сложно зацепиться, потому что я не реагирую в основном, когда цепляются. Но я даже, знаете, у меня есть такое, когда... Мозг выносила вам из-за каждой мелочи? У меня есть такое качество, оно, не знаю, хорошее или нет, я очень быстро забываю, когда мне кто-то вынесет мозг. Такой серьезный мужчина достаточно, как думаешь, Лена? Думаю, да. Вот вы принципиально хотите, чтобы ваши в будущей жены глаза были светлые и выразительные брови. Это как у вас, что ли? Ну, наверное, если у меня это так, то, наверное, да. Наверное, как у меня все-таки. А почему? А если она будет переглазка, что это все же? Это ужас. Знаете, это хорошо, и если она будет, если у нас возникнет там симпатия или искры внезапно между нами пробегут, это будет здорово. То есть цвет глаз не принципиально. Просто я обращаю внимание на то, на что сказал. И это почему-то у меня, знаете... Ну, во-первых, скажите, что голубые глаза – это красивые. Посмотрите на меня с выражением. Правда? Видишь, какая проблема? Хочешь, чтобы светлые глаза были. Вот мне тоже показалось. Он хочет, чтобы светлые глаза были. Вы против детей, ну, имеется в виду от предыдущих браков, тоже уважаю. В конце концов, вы тоже не с детьми идете в брак. Но вы предпочитаете девушку от 20 до 25 с чистого листа, целомудренной. Правильно я поняла? Ну, не в медицинском смысле. Чего? Я в медицинском имею в виду смысле. Зачем, Ростин? Нет, а что я хочу это выяснить? Этого в контракте не было. У меня, в принципе, все подходит по этому критерию. Лист чистый. А что у вас... Вот давайте я посмотрю вашу квартирку. Видео, знаю, есть. Давайте. Всем привет. Начинаем экскурсию по дому, в котором я живу. А в холодильнике мы видим, что много дичи. Приготовить я не успел, но... А по кругу? Да. Прямо в его? Которые я делаю сам. Такая комната, маленькая. Вот она, рабочее место. Ванная. У вас одна комната? Как будет у меня. Что-то у вас за комната. Пойдемте. Лестницу. Вещи, вещи, вещи. Кухня? Да, холостяцкая такая. Где я варю борщи? Кругом бардак. На всякий случай у меня есть маленькое старомодное хобби под названием охота, стрельба, благодаря которому я знаю точно, что если даже сказочками что-то случилось. Я сажу, чтобы снять. В нашей пещере. Ну и сейф для оружия. Ой. Какая жизнь у человека насыщенная. Насыщенная, да. И читает, и готовит. По квартире можно понять, что... Не стесняется показать свой творческий хаос в келье, в своей одинокой. Я понимаю, что у вас должна быть в первую очередь жена приличная. Верно. Образованная, обязательная. И как-то вот мне все-таки кажется, она должна быть, ну или хотя бы из Московской области. Ну зачем вам приедет жадная, голодная? Потому что если сыто, у нее все хорошо, она точно в Москву. И что здесь делать? Ну, не надо. То есть такое вы не найдете. Пусть она будет приличной молодой женщиной. Да, наверное, если вы сразу говорите, что нежелательно дети, может быть, вы и правы. Я думаю, что вы не совсем мягкий человек, потому что иначе вы в 35 лет не находились там, где находитесь. Я думаю, что вы и строжить можете, и не всегда в деликатной форме можете сделать замечание своей даме, понимая при этом, что вы абсолютно справедливая. Вот, поэтому к этому нужно приноровиться. Это неплохо. Поэтому барышня должна быть необидчивая. Обязательно. И у нее должна быть какая-то отдушина. Хорошо, чтобы эта отдушина приносила деньги в общий карман. То есть она и должна у вас сидеть на шее. Вот, я так думаю. Ты знаешь, нужно быть как девушка-хамелеоном. То есть и веселый, и задорный, и красивый, и элегантный, и промолчать, когда надо. Володенька, значит, из народа должны быть родители хорошие, с образованием обязательно. А, конечно, москвичка. Обязательно москвичка. Из народа москвичка. Которая не только уважает талант и силу мужчины. Ну, любит, конечно, по-сестрински, как говорится. Но она умеет силу мужчины, значимость на первый план пустить. Это, может, только образованная женщина. Отчасти с вами соглашусь. Только все-таки... А со мной спорить не надо. А, извините. Тамарочка сейчас нам лакернет все наши умозаключения. Владимир, вы телец. 21 апреля, да? Не потому назвали Владимиром, что близко к дате Ильича. Потому что очень важны корни традиции. По большому счету, огромную роль играет мать и все, что связано с семьей. Поэтому, наверное, ищите женщину похожую. То есть, вот самое интересное, что любите помоложе девушек. С ними общаться, играть там, ездить куда-то, развлекаться. Но для семьи вам нужно... Да, она должна быть молодая. Но вот с такой действительно душой, которая и простит, и поймет, и забудет. Вот как вы сами. Забывать плохое. Вот это не значит, что вы не помните там ничего. Но вот легко переключаться. Вот и должна быть такая вот прям родная-родная. Будешь первой лезть. Здравствуй. Меня зовут Анна. У вас начало весны, а я прилетела из лета. Приятно познакомиться. Очень приятно. Спасибо. Анна, 25 лет. Менеджер отдела по работе с клиентами в строительной компании в Дубае. Владеет английским и арабским языками. Увлекается теннисом и верховой ездой. Мечтает организовать бизнес, который не помешает ей реализоваться как женщине. Предупреждает, что категорически против гражданских браков. Возлюбленный предложил Анне обвенчаться, но никакими действиями свое желание не подкрепил. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Вы тоже Анна, да? Да, мы две Анны. Я для начала, можно я вам привезла финики? Такая эффектная блондинка. Мне нравится. То есть вы последние сколько лет живете в Дубае? Три года. А арабский вы учили уже там? Ну, я не знаю арабский совершенно, но я учу. А молодой человек, который вам делал предложение, он откуда? Он мусульманин. Ясно, но предложение не делал. Предложение делал, и кольцо было. А вы его любили-любили? Ну, влюбилась. Мусульманкой хотели стать, да? Нет, вот это была единственная... Как кольцо брали, значит, тоже по наружу получается у вас в перспективе не было по нашим законам замуж выходить. Анечка, ну то, что вас господь уберег, и вы не совершили этого, в общем-то, поступка, вам большая молодец. Потому что иначе через несколько лет вы стали персонажем программы «Пусть говорят» у Андрюши Малахова. Любовь у неё непонятная какая-то была. Не сказала ничто, любила ничего. Ну и не видно по лицу абсолютно. Чему ты научила этот опыт? Ну, конечно, уже сейчас бросаться в омут с головой не стоит, наверное. Это ещё, слава богу, не родили никого. Нет. Вы, особенно я смотрела на фотографии, очень прилично и презентабельно выглядите. С вами будет приятно появиться в свете, что немаловажно. Кстати, да, все большие люди в Европе, да и у нас тоже испокон века смотрели на женщин и с этой ещё стороны. Правда, Тамара, вот улыбаешься? Вы такая барышня статусная. Я улыбаюсь, потому что я согласна. Да, знаете, язык, что тоже очень хорошо. Вам не нужна будет нянька вы самостоятельный человек, потому что из Белоруссии сделать карьеру на чужой сторон. Не будете цепляться, не будете мешать, будете только помогать. А вы согласны переехать, в случае чего, к Владимиру в Москву и начать в третий раз жизнь? Или там держат всё в Эмиратах? Там на данный момент, единственное, меня держат учёба, я получаю второе высшее образование. Сколько ещё? Сколько осталось? В конце 2016, в декабре. Ну, как раз там у вас дела, если что. А какое образование? Международный маркетинг. Бизнес-предпринимательство? Да, потому что Владимир тоже бизнесом занимается. Всё это неплохо, мне кажется. Такая бизнес-леди. Мне кажется, очень простая девушка. Женюху нравятся? Глаза очень красивые. Ну, а потом, Анечка и хотела брюнета с хорошим достатком, потому что вы будете работать только к своему удовольствию. Конечно, но работать надо, у меня мечта открыть свой бизнес. А деньги будете в челок, который станете зарабатывать, прятать? Вот как в браке это возможно? Нет, это что деньги это... Общий котёл? Мне просто научите, потому что я всю зарплату отдаю мужу столько лет. А вот как это можно жить в семье и отдельной кошелёк? Ну, может, и своё, а она на колготке будет себе, чтобы не покупать. Я же из бриллиантов себе колготки буду покупать. Ну, как это? Ну, мне кажется, это неправильно. Ты работаешь, ты можешь, любишь работать, а мы, извините, для другого созданные. Заметила взгляд у жениха какой? Такой вот как-то строгий, даже такой вот опасный. У вас три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Скелет в шкафу. Скелет у него в эмиратах, там, видать, такие скелетищи. Что за скелет? Это что такое 9 тысяч долларов? Не должны, нет. Нет, не должна, это... Я любила вообще поиграть в казино. Вот они, скелеты-то. Одно время, да. И это не проигрыш, нет, это был куш у меня однажды. Не затянуло после такого куша? Нет. Потому что обычно после этого-то и люди погибают. Наоборот, нет, наоборот, как-то это преподнесло урок, что, наверное, стоит вообще не ввязываться. Это уже характер. А максимальную сумму какую-то... То есть лучше птица в руках. Да, лучше иметь... А самое большое. А на что потратила? Честно. Да, на все подряд, честно. Покажите сюрприз. Давайте. Мне нужен будет жених. Мне кажется, у него нет какого-то особого интереса, импульса. Я не увидела. У нас сюрприз — это сальса. Я не знаю, умеете ли вы танцевать сальсу, но я покажу пару движений. Это очень просто и очень интересно. Странно, что не танят живота. Нет, никогда не танцевала. Вы делаете левой ногой один шаг вперед. Нет, вперед, ко мне. И обратно. Правой ногой шаг назад. И обратно. Он не в восторге от сальса. Он хочет обратно к коту. Сейчас мы можем сюда вот так. Не гармонично, не органично они смотрятся. Не едины в танце. Вы, кажется, ему с ней некомфортно. Володь, на всю стопу не наступайте. Скажите ему, чтобы на всю стопу не наступали. Давайте еще раз, еще раз. Еще раз, давайте. Сначала вперед или назад? Сначала вам вперед. Вперед. Раз. Да, быстро. Назад, вперед, назад. Она сама, она так не наступает. Ладно, ничего страшного. Спасибо. Спасибо большое. Все-таки это свершилось. То, что вы оба танцуете плохо, это вас сблизит. Поэтому спасибо, девочки. Забирайте цветочки. Спасибо. Дайте возможность нам вас обсудить. Аня замечательно держалась. Да, нет, Аня молодец. Жених поднял броню и сказал, я пах. Понравилась невеста? Я вот там до конца не услышал ответа по поводу того, что готова ли она переехать к Владимиру, если все получится. Вот. Она сказала про учебу. Ну, девочка прекрасная, но мне кажется, ей вполне комфортно там, где она сейчас находится. Конечно, не для того она уезжала туда, чтобы потом возвращаться. Я так думаю. Я вот переживаю, сможешь ли ты вместо того, чтобы сидеть в засаде и выжидать свое очередное животное, учиться танцевать сальсу и все остальное. Потому что я думаю, что в этом случае тебе придется, чтобы искать времяпрепровождение, искать общие точки. И в том числе, судя по сюрпризу, танцы – это вещь, которая тебя не минует. Ой, да, сальсу у нас не получилось, конечно, но... Нет, ошибаешься. Ну, мы старались. Вам понравилась Анна? Анна хорошая девушка, конечно. Я наконец-то, я ей благодарен за то, что я наконец-то станцевал сальсу. Вы очень друг к другу подходите внешне. Просто это очевидно. Вы не то чтобы ростлые, а вы очень статные. Прямо вдвоем. В ней есть тот вот такой покой какой-то, несуетность. Слушай, я очень люблю. Чего у меня нет, например? И мне всегда завораживают такие дамы. Мне кажется, вот даже если она будет говорить абсолютнейшую глупость, и если она будет в чем-то сомневаться, она будет говорить с таким посылом и с такой уверенностью, то люди за ней пойдут. Мне почему-то кажется, что ты вот ему прям идеально подходишь. Он бизнесмен, друзья у него такие. Такая визитная карточка в виде Анны – это прекрасно. Просто-напросто. Все вам не просто будут за это. Во-первых, вот правильно, она вам уже говорит доверие. Значит, народ будет доверять вам. Чего это, собственно говоря, и нужно. Понимаешь? А я думаю, что вы во многом похожи, поскольку у Телец и вы, и Анна. Но у нее в превосходной степени чувственность, женственность и, в общем-то, активность такая. Она будет… чем больше внимания она проявляет к вам, тем лучше будут отношения. Хорошая женщина для хозяйства и брака, хорошая хозяйка дома, может быть, очень. Вот видишь, все-таки всю правду звезды говорят про тебя. Володя, Володя, повстречайте вторую невесту, удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Владимир. Меня зовут Анастасия. Можно пожать вашу мужественную руку. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, 26 лет. Помощник руководителя в спортивном комплексе. Увлекается легкой атлетикой, плаванием и волейболом. Мечтает о сильном мужском плече и финансовой стабильности. Признается, что не любит мужчин с бородой. Возлюбленный Анастасия имел лишний вес, высокий сахар в крови и привычку ездить пьяным за рулем. Надеется, что у Владимира нет недостатков. Здравствуйте, девочки. Вы откуда к нам? Я родом из Украины. Сейчас проживаю в Москве. Сколько уже по времени? Около полгода. А вот этого жердяя, склонного к алкоголизму и с сахаром в крови, еще садящегося за руль в нетрезвом виде, где вы его отыскали-то? Отыскала в Украине. Скажи, как она тебе? Невеста красивая, достойная. Что вас привлекло в нем? Я стояла на остановке. Не было долго автобуса, не было вообще никакого транспорта. Мне нужно было срочно ехать к бабушке. И ехал он на машине. Вот так вот познакомились, предложил подвезти. Я согласилась. Сколько ему было лет? 32 на тот момент. 23. Вот так вот было. Получилось так, что он начал за мной ухаживать. Он на самом деле очень ухаживал красиво, был вежливым, приятным для девушки. Ну это в товарищи, но с ним же спать надо ложиться, его жировые волны перебирать руками, понимаете? Ну ладно, лучше качаться на волнах, чем биться оскалы. Он не такой уж был, прям сильный. Он был высокий, такой вот крепкий вот парень. Не то, что он там прям вот-вот-вот-вот-вот все было на нем. Где-то было что-то лишнее, да, но на самом деле очень покорил мое сердце вниманием своим. Как любой девушке это очень приятно. Она ждет нежности от мужчин. Ой, все ждут. Ой, я не жду. Когда первый раз напился при вас? Он при мне не пил. Он пил, когда у него были встречи, а встречи у него были часто, так как он работал. И в этом видео он садился за руль, и вы с ним? Да, были. Были такие случаи, когда я садилась вместе с ним, когда выпивший он сильно был. Скажите, ну ладно вы, дурочка малолетняя, а он-то уже дядька взрослый понимал, чем это заканчивается, ну вот это пьяное вождение? Ну вот я была молодой, да, в таком возрасте и говорила ему, вот не надо так делать. Ну в общем, как веревочки не виться, однажды все-таки он попал в страшную аварию. Да, попал в страшную аварию, в этот вечер должна была быть с ним на торжестве очередном. Я не поехала, мне уже надоели эти гулянты. Господь уберег называется. Немножко скучновато, нет? Они вместе уснут там просто. И вот он лежит в больнице, жиртрест, спохмелье, весь перебинтованное, раздробленное бедро, таз. Ужас. Тазобедренная, афгадина, да. А там с функционированием все как? Ну откуда она ему что, под изъялом там что-то проверяла? Он в гипсе весь был по самые вот эти самые. Все я сделала как настоящая сиделка полноценная. Ужас, судно выносили, девочка моя. А кто же должен выносить-то? Ой, нет, я уже тогда не жена, если не дай бог, понимаешь? Тогда я лучше сволочь. И вы, красивая, молодая, человек, который просто знал, чем это может закончиться, сам себе отморозил уши, и вы превратились... Это же какая такая любовь? Я считала, это мой долг, как вот человек вот был со мной, не делал, вот ухаживал за мной, жили вместе. Хорошо, давайте вот пару эпизодов, как он за вами ухаживал. Что такого нужно сделать было для меня, чтобы я выносила судно? Для меня достаточно, что человек внимателен, заботен... Внимателен как? Вот что он, внимательно на вас смотрел? Или внимательно там пульпировал? Ну не знаю, что... Ну что, что, расскажите! Купил часы дорогие, там, бриллиантовые кольца... Нет, не в этом дело. Нет, бриллиантов не дарил. Тогда что? Внимателен как в том, что... Мне приятно. Купил квартиру в центре Москвы, машину, положил открытый счет. Нет, это, я уверена, это не его вариант. И мама однажды его, тоже жердяйкина, видать, ухаживая за ним, подскользнулась и сломала себе ногу. Мама у него, да. И лежали они рядом? Ну, ногу поломала, он тоже вот лежал и... А если бы ее тоже выносили? Нет, нет, она все сама... У нее слеза, видать, выходила все. Все делала, ну она молодец, держалась крепко, вот сыну нужно на ноги поставить. А этот ваш еще устраивал вам сцены и говорил, мама пусть сама корячится, что-то на нее внимание ей много больно уделяешь. Ну, каком цумир бит-то? Он говорил, ну как мать могла вот поломать ногу? Я же больной лежу, а как она это сделать могла? Для меня вот эти слова были просто вот таким вот звоночком, что я вообще здесь делаю. Уженитесь, уженитесь на Анастасии, потому что вы можете все в этом браке. Послушай, она такая вот вся заботливая, и за мамой ухаживала, и за ним ухаживала, ну прям мать Терезы. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине. Я настаиваю семейной традиции. Давайте семейную традицию. Или тайну. Давайте. Или тайну. У меня тайна, будем говорить, она не такая вот как тайна есть. Вы внебрачная дочь матери Терезы. Нет, вы что. У меня тайна такая вот шуточная. Я до ужаса боюсь закапывать глаза. Просто вот очень боюсь. Мне нужно, чтобы меня держал один человек, а второй капал. Потому что это настолько для меня страшно. А зачем вам закапывать глаза? Ну вот капли... Я далеко плохо вижу. То есть, в принципе, в обязанности мужа будет входить, держать вас либо за руки, либо закапывать вам глаза. Да, держать и закапывать одновременно все. Ну ладно, главное, чтобы вы не любили заливать шары. А вот это вот все. А сюрприз покажете? Сейчас посмотрим, что это сюрприз. Посмотрим сюрприз. Давай. Во время жизни мы проживаем путь. Куда-то едем, о чем-то сожалеем. Все ищем идеал. На самом деле, я последнее время полюбила так стихи. А теперь сидит рядом она, зову ее жена. Не так грациозно и стройна, родив мне двоих детей. Но верно шепчет мне. Я верю. В тебя, я милый, верю. Переживем. Не впервой переживать невзгоды. Я твоя защита от всякой непогоды. В такой момент ты понимаешь, Жена не идеал. Ведь идеала нет. Ты сам рисуешь сей портрет. Порой мы сами не замечаем, Как счастье свое пропускаем. Ценюйте, люди, наконец. Ведь всем дарован счастье и нет. Спасибо. Девушка моя, а кто автор этих стихов? Вы? Это я написала. Да я поняла. И нам очень приятно. Забирайте цветочки, И уже скорее в свою комнату мы вас будем обсуждать. Вы красавица, знаете об этом. Спасибо. И знаете себе цену. Парни, ну это надо быть просто идиотом, Чтобы не взять ее в жены. Кто-то из вас троих просто обязан это сделать. Обязательно. Потому что она прекрасная. Прекрасная. А друзья как? Нет, мне молодой человек понравился. Вот жених мой. Вот мне кажется, что если бы все-таки стержень был у Насти внутри, То не было бы таких ситуаций, Как с пьяным водителем. И вот все то, что вы перечисляли. Мне кажется, что вот это все-таки является... Она была молоденькая. Ну это было два года назад. Ну я сейчас 26, но я была 24. Ну 4, это 4 года назад. А вот можно по мне сказать, Что я в 24 года была просто в развитии 11-летней дебилки. Я совершала такие поступки. Я бы не в сказке сказала. Думаю, хоть бы все умерли свидетели, Которые это все наблюдали. Поэтому нет, жизнь нас меняет. Глаза, глаза. Смотрела глаза его, Потому что далеко не вижу. Девушка очень красивая, очень приятная. И самое главное, она доказывала вот эту вот историю с больницей. Она прямо из нашего профсоюза красивых людей, правда? И чужих не бросает. Да, вот как раз и в радости, и в печали. Очень красивая девочка. Мне понравилось. Куколка моя пришла. Щучину дать ему или что? Я хотела просто посмотреть вам в глаза, Потому что так далеко не вижу, сидя за столом. Это так трогательно. Ребят, а вы похожи, заразы, оба, друг на друга, правда? Как однояйцевые. Слушайте, ну это не скажи, А это о многом говорит. Спасибо, хорошенькая. Спасибо. Слушай, ну мне кажется, это прям какая-то провокация. Уже вся она такая прям романтичная. Уже глаза она пошла посмотреть. Это не есть мощная двойственность. То есть, с одной стороны, это водолей, Человек действительно свободного духа. А с другой стороны, партнеры брак для нее невероятно важны. Но в отношениях к браке она человек скрытый, Который в детстве пережил какие-то проблемы с родителями, Может быть, скорее всего. Но должна сказать, что она готова к хозяйству и к работе, Прикладывать все свои силы. И вот то, что она, вот то, что вы сказали, своих не бросает, Это у нее природное качество. Поправдала ожидания? Приятное, да. Понравился. Хороший парень. А Владимир, у нас есть третья невеста. Пожалуйста, проходите. Добрый день. Меня зовут Алиса. Я хочу сегодня, чтобы ты слушал свое сердце, а не свою голову. Спасибо. Алиса. 23 года. Фитнес-инструктор. Подрабатывает визажистом. Пишет картины маслом, катается на лыжах и велосипеде. Гордится своей мамой. Предупреждает, что не позволит своему избраннику неправильно питаться. Алиса потратила много сил, нервов и денег для того, чтобы стать женой своего возлюбленного. Но так и не смогла достучаться до его сердца. Надеется, что Владимир разглядит в ней свою женщину. Вы же из Питера? Да, да, из Санкт-Петербурга. Если что, переедете в столицу нашей Родины? Да, конечно. Без проблем. Аня, я, конечно, стараюсь всегда быть очень интеллигентной, но все-таки макияж. Немножко, ну, переборщила немножко, конечно. Ну, да, чуть-чуть совсем. Что вы такого предпринимали, чтобы ваш возлюбленный на вас женился? Да, на самом деле я делала практически все. И мне даже с какой-то стороны было обидно, что он никакой инициативы не принимает, никакого участия. То есть я ездила, я покупала билеты. Я тогда даже завалила... В Грецию? Да, в Грецию, остров Крит. Я тогда даже завалила сессию и все равно поехала, потому что... А что в нем было такого особенного, чего нет в наших парнях, например? Не знаю, у меня первое впечатление, мне очень понравились его глаза. У него были голубые глаза, он был истинный грек. Богатый был, бедный? Нет, он был вообще не богатый, я бы сказала, даже не очень состоятельный. Но меня... В те годы мало что могло остановить, да? Да, да. Мне кажется, с иностранцами тяжело какую-то крепкую семью создать. Олеска, честно, о тени навела голубые, когда услышала, что жених хочет голубоглазую, да? Побежала на туалет и начертилась бы. Не, на самом деле... Не, ну честно, честно скажите. Да. Ну, чуть-чуть. Да. Я очень люблю голубой цвет, на самом деле, и... Ненавижу. Ну, дальше. Ну, ну что? Минус один. Я приехала к нему, да, второй раз тогда... Он вас познакомил, с семьей? Да, да, он познакомил с родителями. Причем, поскольку местность была не очень большая, то через два дня во всем округу... Все знали, что... Все обо мне знали, да. Все, что светлоглазка приезжает из России к нему. Да, да, что уже фату пытались найти. Там все было всерьез и взаправду. Ладно, в гостинице она жила, почему? Вот у нас как у русских? Приехала откуда-то из Греции там, да, какая-то девушка? Раз, ей на полу постелили на кухне? Это хорошо, если на кухне огрыли. Габушка пирожков напекла. Спрашивают, где стелить-то. Может, с молодым уже постелить. Ну, это навряд ли. И что они? Все, на самом деле, все было хорошо. У меня не было каких-то предпосылок, чтобы подразумевало вот такой вот плохой конец. Но когда последний раз... Конец какой был? Он вам делал предложение, говорил? Нет. Алиса, замуж за меня. Нет, последний раз, что он мне сказал, что я тебя... Все кончено. Нет, я тебя обманываю, что мне не 28 лет, как ты думаешь. А 35? 36. Мне кажется, для данного жениха девочка молоденькая. Женат был, дети? Нет. Нет. Что тогда? Меня на тот момент смутило именно, да, что я останавливалась. То есть не у него дома, он меня никуда не приглашал. То есть в основном все финансово оплачивала я. Конечно, к нему прилетела голубоглазая, российская, высокая, с крепкими ногами, женщина прилетела, понимаете, самой. И ничего не хочет, ничего не требует. И в прекрасный отель он пришел к вам, к вам все это произошло, душ, заводу платить не надо. Когда вернулся к мамке с папкой, вот ему плохо, а вечером в сертаке, понимаешь, там накатил салатик он с ракеи. И все хорошо. Нахига ему было на вас жениться, вы ему все уже сыграли, предоставили, исполнили. И потом, когда вы уже в последний раз к нему приехали, он сказал, больше не приезжай, я уже в сыпь по гору. Да, да, да. Любленная девушка может творить глупости. Владимир, нравится? Да, мне очень нравится, что вот по нему сразу видно, что он очень добрый, искренний человек. Сразу видно, что депутат, во-первых. Вы замужем? Я нет. А мальчишки нравятся? Мне да, хороший вкус, у меня доверяетесь. Очень интересные мальчишки. Какой больше, чуренький или светленький? Очень темпераментный. Ну, светленький, конечно, вне конкуренции, потому что эпатаж, это фантастика. Алисинка, а не слишком худой ты у нас, Володька-то? Ты ж худых не любишь. А у нас такой прям поджаренький-то. Ну, на самом деле, я больше смотрю на харизматичность человека. То есть, внешне я исправлюсь. Начинается, да. Вы сказали, что не дадите своему мужчине есть, что попало. То есть, он должен будет при вас питаться правильно. Да. Ну, то есть, в 12 часов ночи жареная картошка с колбасой, это... Нет, это не моя история, нет. Единственное, что девочка совсем не смотрит на жениха. Ты знаешь, может, я пришла, не знаю, свой макияж всем показать, покрасоваться на всю страну. У вас остался один бонус. Минута наедине. Уедите, а мы с Анечкой пока поговорим здесь. С цветочкой заберите сразу. Видишь, сейчас с ней будет целую минуту наедине. А последний не вызывает? Чем занимаетесь? Занимаюсь в реставрации памятников архитектуры. Какая прекрасная профессия. Да, приехала в командировку в Москву 7 лет назад. До сих пор не могу уехать обратно в Питер. Да? Да. У меня знакомая пошла за хлебом. Вернулась через 4 месяца беременная. Как это относится к Питеру? Ну, восхитительный город, давно там не был. Правда, раньше по работе часто ездил. Но люблю его летом. Потому что летом там тепло. А зимой там зябка. Вот меня такой момент смутил, когда ты разговаривал с первой девушкой по поводу переезда. Готова ли она переехать? Готов ли ты переехать? Мне интересно. Нет. Ты знаешь, я через 10 дней отъезда из Москвы. Мне начинает ее не хватать. Я много людей езжу. Но Москва такой город динамичный, интересный. Из него интересно уехать и вернуться. Я хотел бы освещаться в Москву, поэтому я там строю дом сейчас. И буду вокруг него уже строить дальше свою жизнь. Слушайте, ну что, Алиса, хорошая девушка? Замечательная девушка. У нее есть один минус. Она очень самостоятельная. Она очень дейтельная, очень требовательная. И сейчас уже мягче и спокойнее стала, но по юности была очень категоричная. Нет, послушайте, для брака самостоятельно нет. Там уже решения принимаются вместе. А еще хуже, мужчина глава. Мужчина лучше знает и... А образование какое у нее? Она дизайнер. А закончилось, вы думаете, страдание по поводу этого брака? Безусловно, да. То есть ничего не осталось, да? Ничего. И она, как человек волевой, она отрезала для себя память о все отношения. Хозяйка изумительная. Что это вы один? Синяя борода загрызли, что ли? В ожидании сюрприза. Как вы пообщались? Восхитительно. Интересно, о чем они там разговаривали, да? Ну я не знаю, может быть, о фитнесе. Невеста готова, давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Женщине для рота хорошо нужно иметь стресс накачанную растяжку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он вот так вот, стерженый. Спасибо. Проходите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Повезло вам, я хочу сказать. Одна невеста краше другой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тяжелый выбор. АПЛОДИСМЕНТЫ А тут вот вам прямо все. Вот раз и возраст 23. Смущает разница? Да нет, не смущает. Ничего не смущает. А вас, парни? Девушка классная. Но мне кажется, Владимир с ней заскучает. Заскучает? Мне почему-то кажется. Почему? Ну, питерская интеллигенция, Владимир. Я думаю, нам это не нужно. Хорошо, Миш. По мне, наоборот, Питер – это отлично. И какая пластика. Что касается Алисы. Достаточно хорошо говорит, подвешен язык. Открытый человек, как мне показалось в общении. Ну, решать женихом. Как вам? Кто жених-то думает? Балый? Понравилась, конечно, Алиса. Согласен с Мишей, что открытость такая, она сразу располагает к себе. Это не чему-то учиться, а это естественно. Мне кажется, что у меня есть кому показать Москву. Я могу еще на пару дней здесь остаться. Алиса Рыба. Вы узнали своего. Я думаю, что действительно человек, человек такой целеустремленный на самом деле. Нижнятина. Это у водных знаков часто бывает так, что они не проявляют свою истинную природу, потому что они воспринимают все, что происходит вокруг, больше, чем проявляются вовне. Но она человек очень активный. Должна сказать, что она целеустремленная, добивается своего, любит свободу. Но при всем при этом очень много у вас совпадений. Потому что я думаю, что вы почувствовали душевный отклик, поскольку у вас Венера и Луна совпадают. На самом деле, про меня все, что сказали, вообще в десятку. Плюс ко всему, это человек, который может удовлетворить ваши, я бы сказала, физические аппетиты в том смысле, что она готовит так, как вам бы хотелось. Вот так это будет. Давай поженимся. У вас есть возможность. Даю вам полминуты. Давай, думаю, твоя версия. Я свою знаю уже. А какая твоя? Вторая? Что? Или первая? Где моя невеста? Так не надо понравившись себе оставлять. Мне поэтому сложно. Поэтому тебе нужно охотиться. Поэтому, конечно, первое. Насколько, как ну и зачем тебе наш совет? Ну, я хотел бы подкрепить, чтобы вы мне сказали, да ты правильно все определился. Ты молодец. Я сразу тебе сказал, что это твой в любом случае выбор, что бы ты не решал. Арсений, Михаил, кого советуете? Мы, на самом деле, послушав вас, решили распределить между собой. Правильно я понял? Конечно. Вот. И поэтому... Поэтому на следующий раз ты делал, ты делаешь. Просто не просто так вы мне понравились. Здесь все получилось очень... Рассказывайте. Рассказывайте, как распределили. Вот все-таки моё... А подожди, давай не будем рассказывать. Надо нам... Вся интрига-то. Не будете? Ну ладно, тогда не рассказывайте. Послушайте, парни. Ну вы прямо мне с каждой минутой. Наверное, Алиса Анастасия. Да? Нет. Нет, нет. Астрология здесь не так. А мы будем рекомендовать? Я вам Анастасию. Прямо вот я вас вижу с Анастасией. Понимаете, люди проживают по 40 лет вместе и становятся внешне чем-то похожи друг с другом. А вы уже сегодня похожи. Ты смотри, тебя выбирают. Я вот хотела бы вам напомнить, что любовь и отношения – это совершенно разные вещи. Вообще, для начала люди должны научиться построить хорошие отношения. Мне кажется, Настенька – одна из тех, которая способна построить хорошие отношения. Потому что забота уж точно у неё это присутствует. Да вы с своей стороны сделайте ей. А потом любите её на здоровье. Есть за что любить? Тамара, а ты? Звёзды что? Я думаю, что лучше всего, если он выберет Алису. Если он зайдёт. Ты выйдешь? Увидите. Вы, если выберете Анну, да? А вы – Анастасию. Но вы же сказали, что это не так. Но мы не будем интригутывать. Ну, во всяком случае, мне кажется, Анастасия – это не ваш вариант. Нет. Это водолей, который может, ну, скажем так, утомиться. Слушайте себя и своё сердце. Звёзды звёздами. Сердце вас не обманет. Точно. Мы в любом случае вас поддержим. Проходите. Спасибо. Юрий, классная у вас жена. Жалко, что бывшая, да и не жена. Так, Роза, не служба, а друг. Скажи, чтобы они подольше там задержались. Ага. Давайте-ка, сейчас я с Юрием, пока её нет. Ты чего такое наговорила? А почему ты мне не помнишь? Я предлагаю всем выйти и поддержать Владимира и его друзей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет. Привет. Я решил, что моя борода – это не самое страшное, чем я могу пожертвовать, а всё остальное нам очень подходит. Я очень рада, что ты меня выбрал. Ух ты! Привет! АПЛОДИСМЕНТЫ Алиса. Очень приятно. Аня, к тебе идёт. Аня, к тебе идёт. К тебе, наверное. Привет. Ты мне очень понравилась. Будешь со мной? Ага. Ой, сколько вас много! Боже мой! Вот у нас сегодня есть три пары. Если вы одиноки, или вам понравился? Нет, вам уже никто не может сегодня понравиться. Просто пишите на сайт Первого канала, мы вам поможем. А я просто желаю, чтобы любимый человек вам обязательно сказал. Давай, поженимся. Ребят, рада за вас. Честное слово. Удачи всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова